Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ в студии Екатерина Алексеева. Согласно итогам всероссийской переписи населения в Самарской области проживает 3 172 925 человек. Из них 1 173 393 человека – это жители областной столицы. По сравнению с данными переписи 2010 года, количество жителей Самары выросло чуть больше, чем на 3000 человек. На втором месте по численности населения Тольятти. Там проживает 684 709 человек. Замыкают тройку лидеров Сызрань с населением 166 498 человек. Таковы данные Росстата. Напомню, перепись населения проходила осенью прошлого года. В регионе подтвердили еще 1693 случая заболевания коронавируса. Из них 112 человек госпитализировали. Больше всего новых пациентов в Самаре – 768 человек. 352 в Тольятти, 86 в Кинеле. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 418 880 случаев COVID-19. Из них 393 352 человека полностью выздоровели. Выросло число тех, кто так и не смог справиться с опасной болезнью. Жертвами COVID-19 за все время наблюдений стали 7 972 наших земляка. В том числе двое только за последние сутки. Жители 56-го дома по улице Фадеева уже два года не могут добиться ремонта подъезда после пожара. Говорят, представители управляющей компании лишь обещают провести работы, но по факту никаких действий. Кроме того, людей беспокоят и другие проблемы в доме, которые коммунальщики решать не торопятся. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Все на этой лестничной площадке напоминает о неприятных событиях, сетуют жильцы. Около двух лет назад на этом месте загорелся матрас. Пожар потушили, а последствия в виде копоти на стенах и потолке остались. Конечно, напоминает, из лифта выходишь и попадаешь как будто в какую-то гробницу. Мудрое руководство РЭО-2 и ПЖРТ промышленного района никак не могут принять волевого решения по поводу... Ну, хотя бы, чтобы побелили, я уже не говорю про то, чтобы вот эти стены покрасить там и все остальное. Ну, то есть, ВОЗ ныне там, только разговоры. По словам жителей, управляющая компания вообще не хочет выполнять свои обязанности. Помимо сгоревшего этажа, они ремонтируют также и балконы. У многих жильцов они разрушаются уже несколько лет подряд. Идет обрушение балконной плиты. Первое заявление было написано в 2015 году, на что было приглашено. Каждый год фиксировали они. Еще раз в 2022 году. Также, как у РЭО-2. Людей беспокоит и подъездное крыльцо. Говорят, его отремонтировали два года назад. Но сейчас оно снова разрушилось. Это представляет угрозу для безопасности жителей. Крыльцо нам делали два года назад. Оно все разбито. Отливов ничего нет. Крыльцо разбило по факту вода, которая также текет с крыши. Вот, лично старшая по дому нашего падала зимой. Бабульки также нам не посыпают. Соль ее, песок падает. Только когда тут случается что-то, идет человек в больницу, сразу появляются люди, появляется соль. В попытках решить накопившиеся коммунальные проблемы, жители неоднократно обращались в управляющую компанию. Но это не дало результата. Ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. В июле 2022 года наш председатель ходил на прием в ПЖРТ к руководству по поводу ремонта девятого этажа и стояков, которые заложены в план. Спустя какое-то время, опять же, после многочисленных просьб и звонков, нам прислали инженера или мастера, как у них там правильно должность называется. Он сделал смету 10 августа 2022 года. Он пришел, записал размеры девятого этажа, но по сей день смету нам не предоставили. С той недели я звоню каждый день, но мне никто не перезванивает, либо перекидывают с отдела на отдел. Люди негодуют. В доме практически нет должников. Большинство исправно оплачивают счета за коммунальные услуги. Но взамен получают некачественные работы или не получают их вовсе. Жители коллективно просят ответственной организации обратить на них внимание и помочь навести порядок. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ А жители 116 дома по улице Гагарина уже полгода страдают от удушающего запаха из подвала. Говорят, периодически подвальные помещения затапливают. Отсюда комары, плесень и неприятные запахи. Коммунальщики о проблеме знают, но не торопятся ее решать. Комментарии жителей в нашем материале. Вот они, затопленные, соответственно, фекальные воды. Раз, два. Неоткачиваемые. Воды по колено, кругом мусор и насекомые. Но самое неприятное, что это не просто вода, а канализационные стоки, жалуются жители. Говорят, подвал затапливают периодически. Отсюда в квартирах сырость, неприятный запах и комары. Проблема возникла, наверное, с полгода назад. Каждые 2-3 месяца нас затапливает. Сначала ремонтировали вводные коммуникации, потом еще раз вводные коммуникации, потом что-то рвется в самом подвале. Последняя ситуация наоборот. В подвал вода поступает из переполненных канализационных колодцев, которые располагаются на улице. Ответственность никак не могут между собой поделить водоканал и управляющая компания, поскольку аварийка приехала, убедилась о том, что мы говорим правильные вещи, что вода поступает. Причем в последнее время поступают именно канализационные стоки. По словам жильцов, канализационный колодец переполнен. Его надо срочно откачивать. Заявку на проведение работ в ответственную организацию отправили еще 10 дней назад, говорят люди. Но до сих пор тишина, а подвал все сильнее наполняется нечистотами. И управляющие компании, и я звоню в водоканал, они говорят, да, заявка действует, но, соответственно, специалисты на выездах, на более срочных работах. В водоканал не приезжает, соответственно, никто ничего не откачивает. Вот мы с вами стоим на улице, да, у нас уже запах сшибает. Да, теперь представьте, что творится в рабочих помещениях, в квартирах. Плюс, опять же, помимо запаха распространяются комары, плесень, ну и прочие всякие вещи. Жители всерьез обеспокоены. Впереди холода. Дом надо срочно готовить к отопительному сезону. Да и находиться в квартирах от ужасного запаха становится просто невозможно, жалуются жильцы. И дихлоход купили, чтобы от комаров избавиться, да, и освежитель воздуха, который периодически пшикает, но толку, как вы сами понимаете, от него нет, потому что, ну, запах безумный, зловонный. И что еще? Окна на распашку, а сейчас лето закончилось быстро, и уже сентябрь достаточно прохладно. Болеем, кашляем. Жители уже не знают, куда обращаться за помощью. Обращение в районную администрацию и другие вышестоящие организации ни к чему не привели. Люди просят обратить на них внимание и помочь решить проблему. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Студент года-2022». В этом году участники будут бороться за победу в 10 индивидуальных номинациях. Стоит отметить, за несколько лет проведение областной премии «Студент года» в конкурсе приняли участие более 4,5 тысяч студентов образовательных организаций региона. В этом году заявки принимаются на сайте студентгода63.ру до 27 сентября включительно. Принять участие во властном конкурсе могут все желающие студенты СУЗов и ВУЗов очной формы обучения в возрасте до 25 лет. Смертельная авария в Сергиевском районе, крупный пожар в Самаре и ДТП с пострадавшими в Новокуйбышевске. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Серьезная авария с погибшими произошла в Сергиевском районе. По предварительной информации, на 1089-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись два автомобиля – грузовой и легковой. В результате аварии автомобили загорелись. Двое человек погибли. Еще один доставлен в больницу с серьезными травмами, рассказали в полиции. На месте аварии работают правоохранители и выясняют все обстоятельства произошедшего. Крупный пожар произошел в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В 10.22 поступило сообщение о пожаре в магазине обуви на Ленинградской 54. Произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением обшивки потолочного перекрытия. В 10.41 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. Полностью ликвидировали в 10.54, рассказали в ведомстве. Всего на вызов приехали 33 человека. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности эвакуировали 6 человек. Серьезное ДТП произошло в Новокуйбышевске. 41-летний мужчина ехал за рулем Киа-Джес по восточному шоссе и нарушил правила расположения машины на проезжей части. В результате он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в стол. От удара иномарку выбросило в кювет, сообщили в региональном управлении МВД. Машина получила серьезные повреждения. Автомобилист оказался зажат в салоне. Потребовалась помощь спасателей, чтобы его вытащить. Пострадавшего госпитализировали. Четыре футболиста «Крыльев Советов» могут войти в состав команды сборной России. Это вратарь Иван Ломаев, полузащитники Александра Коваленко и Роман Ежов, а также нападающий Максим Глушенков. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского клуба. Спортсмены вошли в расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Всего в этом списке 35 игроков. Окончательный состав нашей сборной объявят позднее. Синоптики дали долгосрочный прогноз на предстоящую осень. Так, по данным экспертов, в ближайшее время бабьего лета ждать не стоит. Средняя температура воздуха в сентябре будет ниже нормы на 1 градус. Впрочем, и осадков выпадет меньше, в среднем на 20%. Октябрь и ноябрь также не будет баловать нас солнцем, хотя температура воздуха ожидается выше, в среднем на 1-2 градуса. А вот осадков напротив будет много, даже выше нормы. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Читайте наши новости в телеграм-канале. На вашем экране QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.